Привет, друзья! Народные земные вещи, давайте глянем И здесь такие истории, знаете, как бы такие житейские, пользовательские, сугубо там Не какие-то там экзотические тоталы-растоталы, а проблемы земные Так, по порядку расскажу, что к чему Да, первая у нас посылочка из, да, это дальняя, да, Камсомольск-на-Амуре Так, а вторая тут практически соседи Это город Туринск 330 км от нас Так, да, оба достану По зимнему еще упакован телефон Какую-то шапку Даже с волосами Да, порадовали, посмешили, спасибо Да, там еще, наверное, зима У нас уже лето, можно сказать Да, по уральским меркам плюс 12, это, ребята, лето Поймите меня правильно, люди из Краснодарского края, но это так Это, знаете, забавно, когда там, как бы Опять же, вот с югов, да, тебе там что-нибудь пишут И, допустим, там кидают фотографию разбитого телефона А на заднем плане там травка зеленая А у нас за окном, там в юга воет, вот это все дело И, как бы, по приколу ради, да, я кидаю тут же человеку Фото из окна, ну и получается такая интересная, забавная история Да, это неоднократно на самом деле было, ну и вот тут вот, да, такое Так, это у нас восьмерочка, проблема, опять же, стандартная Житейская замена аккумулятора И не как-то, как это было написано, что глючит То ли не работает кнопка Home Да, по кнопочке Home неоднократно показывали, что не всегда ее удается отремонтировать В зависимости от той ситуации, в которой она находится Да, в той ситуации, в которой она находится Интересно, да, сказал Да, ну и вот ситуация, в которой она находится, это просто Вообще не алло, что называется, то есть я нажимаю, прикасаюсь По-всякому, она просто не в отклике Да, но здесь проблема может быть не только в кнопке Home Так же может быть дело, как ни странно, в экране, потому как Сама кнопочка подключается в экран и дальше через шлейф удлинения Берет питание из самого телефона Так, это разберем, посмотрим А здесь у нас, опять же, да, вот этот телефончик не особо часто вообще гость у нас Потому как штука крайне надежная, до сих пор служит вообще без каких-либо проблем 6S+, в свое время это стоило вообще довольно-таки прилично аппарат Это как раз-таки, по-моему, 14-й год, переход доллара с 30 на 60 И вот это был такой на начальном этапе очень дорогостоящий аппарат Не многие его покупали Ну да, впоследствии там уже цена снизилась, выровнялась В данном случае, судя по коробочке, это у нас вообще официальный реф Это, как знаете, сейчас аналогичная история с, вот опять же, с плюсовой линейкой Это 14+, то есть тоже редко вообще у кого есть этот аппарат Я буквально там, не знаю, даже помню, ни разу его не застил в видео Всего лишь пару раз там клеил стекло на него Ну и продавали чехлы, да, тоже редкая очень вещь Так, это интересно будет посмотреть И в чем проблема? У владельца выражена такая, как бы, такая вещь, что ему кажется, что телефон прямо поджирает, жрет То есть есть наверняка думает, что какое-то повышенное потребление Но опять же, состояние батарейки, она, видимо, родная, 85% И это такая вещь, да, может быть, просто кажется, что еще довольно-таки большой объем Но батарея уже разряжается И вот это, как бы, да, тут нужно правильно понимать Объясню по порядку, что, как можно на пользовательском уровне сориентироваться по этим вещам Так, давайте, да, с восьмерки начнем А здесь, да, сделаем такую приметку Вот сейчас 71%, более того, он где-то уже час у меня лежит с таким объемом И если бы у нас на телефоне было повышенное потребление Он бы наверняка подожрал этот объем и его сократил То есть тут в стороночке он полежит, краем глаза еще понаблюдаю А пока разберем восьмерку Да, так вот изношен вообще телефончик Так, нижняя часть прошеркана Как-то интересно, как-то забавно Владелец, да, было, хотел поменять вот этот вот, как он сказал, бампер Ну, в данном случае это идет корпус целиком Ну, как-то, да, по сумме немножко стопнулся Да и на самом деле, когда целая, чехол надел и окей Можно за эту визуализацию не париться Главное, чтобы арида была Да, и это вот опять же в таком статусе, в таком состоянии Это, как сказать, даже не начать процедуру активации Да, вот мы врубаем телефон У нас, да, написано, что price home to open То есть там продолжить это действие Но как раз-таки мне удается его активировать Потому что кнопка не в отклике И тут на самом деле Разное вообще понимание у самого телефона из этой ситуации То есть Apple сама в какой-то момент, да В какой-то системе начала подозревать, что кнопка может не работать И как в данном случае без кнопки человеку активировать устройство Сама, да, опять же В определенном статусе, когда кнопка частично не в отклике Выводится автоматически, как бы программная кнопочка Но вот здесь она почему-то не выпадает И это как раз-таки может говорить об определенной проблеме Так, раскроем, посмотрим Программная кнопочка Или как она называется Assessive Touch Да, вот даже под рукой у меня уже нету маленькой какой-то присоски Обычной, земной Только вот биг присоска Да растягай Это знаете, как тяжелая артиллерия для открытия телефонов 12 и выше На самом деле, что-то вот уже все заварилось, завертелось Вокруг более новых моделей И как-то про старичков стали забывать Нельзя Вот она, маленькая Да, совсем тихонечко Чик, потянул И тут уже раскрывашка Это не то, что телефон, вскрывашка Это раскрывашка, то, что он легко открылся Да, вот уже забыл опять же На самом деле, самому прикольно вот эти старые аппараты открывать Провялено уже просто разложилась вот эта вот проклейка Чего не встретишь уже вот, начиная с 11 телефона Как я это обозначаю, такой момент, что приходит вот Да, уже там пора обслужить телефон А проклейка еще сама не разложилась А вот здесь у нас, да, получается Ну, я думаю, что да, это первое открытие Проклейка уже разложилась И вот это вот, ну, такой немножко дисбаланс стал вообще происходить Да, по стандарту мы это видели Это не какая-то следа, следы влажности, мокрости Это есть как бы вот такое, как это сказать, конденсирующий Не знаю, конденсирующие испарения в самом телефоне Не то чтобы испарения, а как предположили многие От, как это сказать, от термоинтерфейса процессора Вот от этой термопасты, может быть, какое-то идет источение Да, это не водичка, это не влажность, это окей Ну и да, придраться не в чему Визуально все в порядке Да, вот это моя любимая штука Ей замараться легко, очиститься тяжело Да, ну и первое, что сделаем, это отключим экранчик И посмотрим, что там с кнопочкой визуально Да, опять же, визуально при текущем доступе Тут не к чему вообще придраться, все в идеале вообще Ни моченый, ни топленый Да, два индикатора влажности окей Ни разбитый, ни побитый Непонятно Так, да, что-то подглядывается Вот там какой-то надрыв, прорыв Так, так непонятно Достанем Нет, опять же, при, да, при таком рассмотрении невооруженным глазом Хоть и ближайшем, вроде бы все окей Так, сейчас немножко посмотрю под микроскопом Ну и да, следующий этап, это как раз таки вот проверить эту кнопку в другом экране Потому что дело может быть просто в самом экране И это как раз таки вот этот шлейф, питающий саму кнопку И далее переходящий в телефон Ну по некому, да, такому интерфейсу удлинения Так, да, прежде осмотр, потом с другим экраном Ну да, ребят, кнопка, конечно, да, все-таки визуально целая И да, это знаете как, на любом продукте, как это, интеллектуальной собственности и технологии есть это лого Оригинал Так, да, ребят, сюжет закручивается у нас Так, что получается? Да, подключаем кнопочку в новый экранчик Для проверки шлейфа удлинения Вернее, для исключения этой ситуации Так, и вот тут сейчас уже все у меня в этой мази В черной мази В липкой грязи Так, ставим кнопку Да, на крайний случай, если у нас здесь мы не разберемся с кнопкой Как говорю, ремонт не всегда далеко ее возможен Мы поставим так называемый аналог, где будет она работать как кнопка Home Но без функции вот этого сканера отпечатка пальцев Так, врубаем, проверяем Ну и получается, да, по сценарию Apple, то есть не все поломки, как бы, может задететить сам телефон и понять То есть да, я, насколько понимаю, то есть в те моменты, когда у нас, ну частично, да, как-то начинается, получается, нет отклика от кнопки То есть по части каких-то контактов выдается вот эта программная кнопочка Ну в данном случае, да, видимо, оно ее как-то видит, но не поступает питание полноценно, чтобы работать как Home Так, мне то же самое у нас О, нет, нет, заработало Да, через пленку просто не сработало, плюс у меня тут еще защитное стекло наклеено на проверочном экране И да, у нас таки все-таки окей Да, и получается у нас сейчас два варианта То есть есть вариант вообще заколхозить вот эту вот структуру, шлейф удлинения Но мы не будем этого делать, не будем колупать родной экран Мы просто его заменим там, ну, с соответствующим дисконтом А сейчас, на самом деле, обслужить вот эти вот старенькие телефоны Даже оригинальной деталью это очень недорого Вопреки вот этому расхожему мнению, что оригинал это дорого-дорого-дорого Нет-нет-нет, спасибо То есть просто, да, знаете, часто бывает диалог Спрашивают там, сколько заменить экран? На 8, на 8 плюс Пишешь там, там, столько-то оригинал Ну и там, в принципе, да, у человека уже даже увидев эту цену Не возникает вопрос там, а копия сколько То есть тут, на самом деле, это очень сейчас все демократично И оригиналы, конечно же, есть Так, да, собственно, у нас полдела сделано Да, давайте активируем аппарат, посмотрим Вообще состояние текущей батарейки Ну и, соответственно, все сделаем Да, как раз таки момент по пальчику Давайте, да, добавим в тестовых целях Давненько уже как-то вообще не юзался с Touch ID А, хотя, что я говорю, у меня рабочая семерка Ну, по крайней мере, точно не добавлял палец Да, все окей Активируем и глянем состояние батареи Так, здесь, да, ну вот сколько прошло времени И вообще эти его движения В общей сложности, сколько я приметил Это уже, ну, где-то около полутора часов И у нас, да, до сих пор 71% Это говорит о том, что нет вот этого поджирания Так, трам-пам Да, нету поджирания, а, скорее всего, просто изношена батарейка И что я хотел сказать? Вот, казалось бы, да, вот это 85% Опять же, у нас есть отдельное видео про вот эти все истории Где я объясняю, что вот это вот, когда мы ставим новую Это 100, не 100 И в данном случае, как вот 85, это не 85 Эти значения, они могут стагнировать долгое время В одном положении пересчитываться Могут замораживаться, замирать Были случаи, где у нас, допустим, вообще там 100% показывает всю дорогу у человека И не меняется, да То есть это такой момент, что здесь, да, 85 показывает А на самом деле может быть значительно меньше И получается, что, да, человек пользуется не полноценной батарейкой А, допустим, всего лишь ее половинкой Ему, конечно, кажется, что какая-то неисправность Потому что диссонанс вот этих вот данных идет Как он, как разряжается по факту и сколько здесь процентов То есть как раз-таки человек может надумывать все истории Что у меня там может быть какая-то аппаратная проблема А дело всего лишь может быть в расходном элементе питания Да, я так вижу данную ситуацию Но мы технически это удостоверимся По мере потребления на этом аппаратике Так, есть ОК, активировали Аккумулятор Да, есть пометка об обслуживании И у нас 73% Да, довольно низкий вообще показатель Да, интересно вообще с какого это времени Ну и посмотрим дату на батарейке и чекнем на флешере Так, план действий понятен Меняем экран, меняем батарейку Дело на 2 копейки Ну и вот да, в числовом выражении Как бы я не обозначаю вот это вот всегда стоимость ремонта в абсолютных цифрах Это знаете, как бы чтобы не допустим Ну как-то не создавать конкуренцию мастера на местах Потому что политика ценообразования Она может быть у всех разная Мне иногда даже знаете, ну более прикольно Снять какой-нибудь видосик про интересную историю А не то, чтобы там брать как-то полноценно там по фулл прайсу деньги Да, то есть вот здесь такое может быть Поэтому цены не обозначают Но если опять же немножко количественно это как-то приземлить То допустим, если мы изначально обговорили стоимость замены батарейки Ой, кнопки, да На вот этот аналог Ну исходя из того, что думали, что она неисправна То здесь замена экрана обойдется получается на 20% больше Нежели было изначально согласовано То есть это вполне уместно И я думаю, что человек будет, конечно же, доволен С полноценным функционалом И с небольшой добавленной стоимостью Так, да, вот этот вот пластилин-клестер надо сразу же убирать А то тут все будет замазано Да, прикольно, на самом деле, ребят Сам поймался на такой мысли, что видосик мне как-то напоминает Это вот старые, там первые видео Как это сказать, когда еще телефоны не стоили по 100 тысяч рублей И вот это было, ну, на самом деле, как-то прикольно Сейчас, да, любое телодвижение, там, идет по флагманским устройствам Там прайсы такие, что, как бы, страшно становится владельцем вот таких телефончиков Но на самом деле, да, все, как бы, в принципе, все развивается логично Есть такой момент понимания, что, как бы, если вспомнить, вот сколько, допустим, стоила восьмерка в свое время Когда она выходила То есть с учетом, да, как бы это не звучало банально Но с учетом инфляционных процессов То есть то, что сейчас стоит телефон вышедший, допустим, да Ну, какой сейчас ожидается, пятнадцатый А по вот этим пересчетам, в принципе, это тот же самый прайс и есть То есть тут естественное повышение стоимости Но если, да, не брать, опять же, там, в расчет вот эти вот, которые стала линейка PRO Там, конечно же, существенное подорожание Если взять, допустим, ну, текущий, там, обычный четырнадцатый И обычную восьмерку, сколько они на выходе стоили в свое время Это плюс-минус одинаковый прайс С учетом вот этих всех, как сказать, временных изменений инфляционных Да, как я обычно говорю, это, знаете, опять же, там, допустим, такой телефончик, как 5S Я лично покупал ее в свое время за тридцать две тысячи рублей И вот этот момент всегда вспоминаю в тот, в тот, в тот час, когда спрашивают Это сколько там будет стоить, отремонтировать там по каким-нибудь проблемам по плате 5S Ну и говорю, что, естественно, что да Сейчас это уже не имеет смысла делать Когда там телефон стоил в свое время 30 тысяч рублей Это имело смысл делать Сейчас, конечно же, это уже будет больше, чем его стоимость в текущем инфрейме Это тоже нужно всегда понимать Так, я надеюсь даже, что ход моих мыслей только не только в моей голове логично выстраивается Но и всем понятно, что я вообще говорю Нет, всем не бывает Но большинству, да Да, разложилась вообще в телефоне вся вот эта проклеечная часть, так сказать Да, просто оторвались все хлястики Ну и не будем их мучить Да, поможет нам спирт и спиртовые технологии Да, сейчас, кстати, снимем когда батарейку, мы ее чекнем на флешере И там с наибольшей вероятностью Ну, вернее, есть шанс, что там покажет истинное состояние и положение дел в этой батарейке А вообще-то я хотел сказать про вот эту батарейку Да, там мы тоже это сделаем, обязательно Так, есть, аккуратненько изъял По дате это 18-й год, ребята, 18-й год Сколько вообще времени прошло? Четвертый месяц, 18-й год Это 5 лет Ну и вот это да, это та самая история, когда я вот последнее время уже меняю на 13-ю серию батареи И вот это да То есть сейчас, как я это обозначал, вот как раз-таки вот это вот все утверждения Мои насчет батареи, что чем новее устройство, а в частности операционная система Тем меньше на него служит аккумуляторная батарея И как раз-таки вот эти вещи находят отражение именно вот в таких историях Когда большой гэп, большой разрыв между новой и там последней моделью Где 2 года отслужила и замена И вот как раз-таки да, восьмерочка, где 5 лет отслужила и первая замена Понятно, конечно же, что человек там уже пользовался Ну, без комфорта, так сказать Давно пора пришла менять уже здесь батарейку Ну вот так вот, да, так вот, видимо, дотянули Да, и почему здесь вообще произошла история с экраном Опять же, не вижу какого-то зацепа За что можно было бы сказать, что вот так произошло Сейчас произошло, визуально все целое Что померло, непонятно Так, окей, да, чекаем батарею и ставим новую О, знаете, по ощущению батарейка уже стала как бумажка Она прямо так легко гнется вообще, особенно повдоль Ну, прямо, да, такая уже рассохшаяся 5 лет Да, почему-то она у меня опознается как Original SE 2 Что-то не коннектится у меня тут А, вот, одуплилась нормально Да, Original iPhone 8 И да, состояние 74% Циклов 2965 Это, конечно, вообще, я не знаю Это, по-моему, рекордное значение, которое я когда-либо видел И это, да, как раз-таки тот момент, знаете, что Что есть вообще цикл заряда Это, получается, 100% восполнение емкости батарейки На зарядке, то есть это, если мы, допустим, кусками там Позаряжали по 10%, там, 10 раз в день Вот это все суммарно и составляет один цикл заряда Да, но если предположить, что у нас, допустим, батарейка Чем она, чем она со временем начинает деградировать Тем меньше нам, получается, до сотки получается ее зарядить И вот это количество счетчиков вот этих циклов Он мотается очень быстро Ну, здесь намотало, да, практически 3000 раз Это, конечно, невероятно Так, да, это рекорд Можно даже зафотоки на стену повесить Если у тебя больше, покажи Да, ребят, столкнулся с такой проблемой, что прямо проклейка вот эта от батареи Разложилась просто вообще невероятно тоже Не вычищается нормально По-хорошему, да, она вот так должна вытягиваться Как бы безопасно отсоединяясь и от батарейки, и от корпуса Именно вот таким вот способом Но проблема в том, что, да, по нижней части я тут все избошкал Она просто вообще развалилась И вычистить ее очень тяжело Забыл я уже, на самом деле, вот такой эффект от этого всего Потому как говорю, что, да, во все устройства, в которые приходится лезть Это там 11 и выше, там такой проблемы нету Потому что все проклейки там еще, ну, вообще бодрячком По сравнению вот с этой историей Я что-то уже тут горе так хапнул С этим делом просто даже в шоке Да, вот снимается она слой за слоем А самая липкость остается вот на железе И это просто невероятно Вот ее сейчас никак не очистить А хотелось бы Ну да, не помню, ребят, на моей памяти, чтобы восьмерка вообще так упиралась Сопротивлялась вот этой замене Да, вот так пошарпал железку, но здесь нужно было зачистить именно до чистого Да, вообще необычный какой-то аппаратик с необычными проблемами С необычным вообще совсем Или может быть я просто давно восьмерки не делал Ну да, зачистить важно, чтобы новая батарейка Именно на той толщине, которая предусмотрена, рассчитана здесь очень плотненько Чтобы она ровно, плотно сидела, не выпирая Ниже, ниже была так, как нужно Да хотя, что я говорю-то, сколько я восьмерок переделал Так, окей, ставим батарейку Так, да, давайте чекнем вот так же Так, есть да, у нас статусы Original 8, 103% объем Ну и да, даты здесь, все прочее Да, окей, именно Original Так, есть окей, основа готова Собираем-ка Так, есть окей Совершаем, закрываем Ах, карамба, забыл туртон переписать Так, да, собрал все у нас по красоте Батарейка 100%, экранчик полноценный Все четко, еще телефончик побудет в строю, на самом деле, еще послужит Я думаю, что да, владелец будет доволен Это будет у него запасной вариант Пригодится в хозяйстве Так, да, в сторону И продолжаем Да, по-прежнему у нас 71% Сколько я тут вошкался Я даже уже не знаю С этой проклейкой Ну и вот да, это есть такое Что это есть, на самом деле, показательный момент Вообще, на самом деле, есть такой пользовательский момент Индикатор Как это вообще пользовательский тест Как это называют? Night test Ночной тест Это когда, да, удобно Когда, допустим, если есть у вас сомнения По какому-то излишнему потреблению на устройстве То бишь неисправности на самом аппарате Опять же, это уместно вообще, на самом деле, с новой батарейкой То есть, когда вы заменили у себя, да, допустим, по месту батарейку Вечером его заряжаете до 100%, снимаете на ночь в зарядке Не надо там ставить режим Авиарежим просто безвучку поставили Все, лежит, полеживает И на утро посмотреть, сколько он со 100% разрядит На утро, сколько будет разрядов То есть, если устройство исправное Он не разрядит там больше 5-7% То есть, это и будет окей О, вот сейчас 1% пропало Да, все это норма, вообще, абсолютно За такой промежуток времени Спад изношенной батареи Это вообще окей, абсолютно То есть, еще раз Если бы у нас было что-то жрало на самом устройстве У нас бы это значение гораздо сильнее упало бы Ну и да, на утро посмотрели Если в пределах 5-7% на новой батарейке Окей Если больше этого диапазона То, соответственно, уже есть что-то, да Поджирает, есть какая-то неисправность Это простая, логичная, пользовательская вещь Так, надо вот это протереть, все А то тут прямо все такое, знаете, ширненькое Да, восьмерка дала жару вообще на самом деле Во всех смыслах Так, да, здесь по устройству у нас опять же Ну видно, да, что хозяйская вещь Довольно-таки в хорошем состоянии Стекло массивное, нахлобученное По корпусу вообще все окей Ну и да, все почистим Приведем в порядочек Заменим батарею и будет окейно Да, и померяем потреб И посмотрим батарею Сколько реально у меня износа Так, в телефоне у нас 85 Еще раз, да Врубаем, открываем Да, нечастый аппарат Я вот думаю, есть ли у меня вообще проклейка Акваизоляция на эту модель Так, ну если что, поклеим от 7+. Так, что-то очень легко открылось Прям вообще Так, такое чувство, что да Как-то приоткрыли Как будто одним глазком глянули И закрыли Да, потому что вот задрано у нас вообще Вот так вот старая проклеечка Ну и такая, знаете, какая-то подсушенная Подпыленная Так, тут какая-то штука тоже непонятная Да, были люди однозначно Ну видимо, да Одним глазком что-то чпеньки туда И назад Так, окей Прежде меряем потреб В таком вот виде А потом Меняем батарею Ну на самом деле я уверен, что все окей Но контрольное опять же По как бы По настоянию владельца Сделаем это Опять же да Все равно все на месте Так, запитали Так, а потребчик-то ребята у нас присутствует При всем при том, что Да, визуально батарею-то я не подразрядила Окей, да Покажу в чем выражено Где-то у нас идет на 30 мА повышенное потребление Да, забавно Так, дам ему стартануть в этом виде А потом он идет в спячку И покажу, что происходит на боксе Возможно, кстати говоря, на месте и была произведена диагностика Но опять же, почему там тогда не предложили ремонт по этой теме Может быть не хватило компетенции Либо знаний и пониманий Либо чего-то Так, окей Вырубаем Даем ему время уйти в спячку Когда потребление нормализуется То есть спячий режим Должен аппарат практически в нуле уходить Покажу, как есть Так, ну да, ребята Дал ему прогрузиться Подождал, да Когда он ушел в спячку И получается, да То, что у нас на боксе показывает Это вот он совершенно не уходит в нулевые значения А примерно, да Должно быть так Что у нас должны промаргивать единицы До десятых Но не более того Здесь у нас сотка практически постоянно в потребе Да, на исправном устройстве не должно быть Должно быть потребление не в сотнях А в единицах Максимум в десятых Так, получается, да Следующий этап, что здесь нужно сделать Это отключить весь навес И еще раз сделать контрольный замер Так, вырубаем Отключаем прежде всего нижний разъем зарядки Что чаще всего коротит Экранчик оставим для визуализации процесса Так, вообще, да Такое чувство, что что-то здесь уже делалось То ли плата извлекалась То ли что Были, были здесь люди Так, да По максимуму хочу отключить Все, что возможно Все, что нам не нужно Для процесса визуального отображения И еще раз перестанем Ну да Вот интересная штука И структура Опять же, как бы Памянула В прошлый случай От кнопочки Home Здесь такая же точно структура Кнопка Home подключается Внутри такой идет шлейф И он идет в плату Вот уже до сих пор То есть вот на всю длину Вот этого экрана Тут идет шлейфовый такой перенос Шлейф удлинения Так, есть Отключил также его Потому как вот эти все истории Могут быть Еще раз Тестим Пауэр Так, ну нет, по сути Да, там при однократном нажатии Я также за этим слежу И у меня там выше сотки идет потреб А должен быть 60-70 Так, ну да Это в принципе дает нам понимание Что у нас может быть Да, проблема все-таки Неисправность по самой плате Так, еще раз контрольно Уже без экрана на голой плате Да, вот как раз таки У меня загрузился телефон И пишет сообщение Оттачи идти То, что я не удалось обнаружить Это то, что я ее отключил Так, да Последний шанс тебе даю Это отключаю экран Исключаю вообще Все возможные источники потребителей Если есть какой-то навес завыкания Он подобным образом Может себя проявлять Так Также камеру отключу Все, все отключено Да, последний шанс тебе И после в инженерный отдел Нет, такая же петрушка Видно, что да Потреб идет Повышенный Довольно-таки так Прилично Единственное, да Что меня ставит в тупик Ну, возможно, мне показалось На самом деле Что я тут возился долго С этой восьмеркой Потому что, ну реально У меня вся жизнь перед глазами Пронеслась Фунова Ну вот да Возможно, просто не хватило Для пересчета вот этого Для наглядного разряда процентов Так, да Я извлеку плату Закинем ее в инженерный отдел В лучших традициях Да, знаете Не будем показывать Что там происходит Там своя тема Да, хотя мы, знаете Последнее время Все больше всяких историй делаем И ультимативных Где там сеть даем На 14-й промакс Там еще всякие разные истории По спайке-распайке плат Много всего происходит Больше стали мы это показывать Да, это тоже связано Ну, с определенными такими Моментами нашей реорганизации Да И вот больше всякой такой работы идет Но тут у нас такая Пользовательская вещь Мне больше, да, показать Рассудить какой там Фактический объем по батарее Ну хотя при теперешнем понимании Ситуации все-таки по плате Да, батарейка может быть 85 И это может быть еще на самом деле Не время И она может послужить в таком виде Но Как правильно сказать Если уж да В данном случае нам попало На операционный стол аппарат Лучше, да, сделать Соответственно проблему Решить по плате А есть понимание, да Что это микросхема управления зарядом Как правило ее выбивает Она начинает коротить И поджирать фоном Вот это все дело Ну и да, заодно Соответственно Чтобы уже владельцу После нашего ремонта Пользоваться без проблем Там несколько лет Поменять дабы треечку Потому что все равно Это граничащая уже область с заменой Так, изымаем плату Чекаем батру Все вот так вот так И финал Результат покажем Ох ты, да Ребята Здесь какие-то скрижали В общем на задней части Начертано вообще Что это начертано Да, тут вот какая-то пятерочка То ли GPS То ли 6 Plus S5 Что-то такое Есть окислы В районе у нас получается Это Wi-Fi Ну и да Вот это вот поджирание Вот оно не так просто Откуда-то взялось То есть тут проблема Может быть кстати говоря И по Wi-Fi Да, 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 да Так, вот да Сразу как я понял Что здесь были люди Вот это вот все и пошло Так, посмотрим на самом деле Может быть здесь какая-то история уже была Были люди Вот что-то здесь Есть какой-то знак Знаки Их нужно читать По пустому не делать То есть возможно в данном случае Уже нецелесообразно Какие-то телодвижения Посмотрим Может быть это кстати Wi-Fi Ну да, ребят По всей видимости Это я не знаю Как это называется Обычно да Вот такие пометки ставят Это когда в куче Лежат платы Там чтобы их не перепутать С корпусами Да, родными Вот такие пометки делаются То, что мы видели Да, это пятерочка в корпусе Это видимо все-таки 6S Plus Ну, либо не знаю, что это И по всей видимости здесь Грелся Грелся, да, Wi-Fi модуль Это следы флюса видны Прямо такая грязь И это как называются Мастера прогревасты Когда да, они не Как бы ну Не выполняя там Либо не умея Да, выполнять работу До конца И правильно, нормально То есть да Делают такой некий прогрев Чтобы там сколько-то Поработала еще микросхема Прикипев там да Ну, по причине по своей И на какое-то время Это хватает Но вот видимо здесь Все-таки история продолжается И вся такая плата Да, какая-то подвяленная Прямо видно Вот эти вот бахромушки Они уже не бахромушки А просто расплавленные Какие-то субстанции Да, вся подвяленная плата Вообще абсолютно Так, ну что с этим делать Подумаем Так, ребят Ну да, по текущему пониманию Все-таки Что хочу сделать еще В рамках диагностических целей Это посмотреть все-таки Да, из текущих пониманий Что грели Wi-Fi Посмотреть все-таки Вот функционал Именно самого модуля Wi-Fi Ну и вообще есть да Такое понимание Тут немножко да По истории, по предыстории Владелец ничего вот про это не говорил Было только написано Что телефон Там что-то там Парам-пам Ну как там Я не помню То ли в оригинале То ли что Не была упомянута Вот эта вся история Вряд ли владелец не знал Ну не знаю Какой-то такой момент Неоднозначный И в принципе это как Вот на гретой плате Что-то лезть тут делать Копаться Это может сильно вообще Увеличить количество понтов Вот в этом аппарате Перегретой вот этот Сама плата То есть очень Ну такая уже вообще эта история На самом деле Поэтому постараемся Правильно сориентировать Сейчас вот это чекну Еще небольшое понимание Ну и там либо будем браться Либо нет Написал всю эту ситуацию владельцу Как так да что такое Побольше данных Хочу вытащить Ну и сориентируемся По обстоятельствам Так сейчас назад И тестим Вернее чекаем Вайфай А так да В принципе есть такое Понимание у мастеров Если да Плата со следами ремонта И допустим проблема Либо не устранилась Либо там повторно Ну что-то да Что-то есть проблема Это всегда нужно Лезть Ну как не лезть А смотреть в том месте Где что-то делали То есть непосредственно Да здесь скорее всего Проблема все-таки По вайфай модулю Что делали да не доделали Туда и нужно смотреть Да не каждый день Вот с этим аппаратом Умеешь дело И как-то вот тут Все как-то необычно Вообще кажется Индивидуальной Архитектуры Вот так вот скажем Ха-ха Аллилуйя Да конечно же Вот Ну Оп Заработало Ну да Очевидно что у нас было Как-то вот эта серенькая Стала активная Да интересно Как так владелец Мог не понимать Либо не знать Либо не упомянул Вообще ни слова О такой проблеме Да Они ищут у нас совершенно сети То есть тут очевидно Что у нас проблема По вайфай модулю Так ребята Да это совершенно другая история Это как раз таки вот то что От чего я хотел уйти На вот этом На пользовательском уровне Все показать Тут инженерка Отдельная история Вообще полностью Да Как-то вот раздупляется Очень долго Вообще тормозит Плюс по потребу Это все к одному Так Да не знаю Я предлагаю все таки Здесь эту историю завершить А то она не закончится На самом деле Я думаю что мы и так Немало здесь интересных вещей Отсутили Посмотрели в руках Да в данном случае Повертели старенькие аппараты Прикольные Нечастые гости сейчас уже у нас Ну по возможности да Будем показывать всякие Опять же такие около интересные темы Это знаете Потому что много людей пользуют До сих пор такие вещи Эти штуки служат вообще годами Я думаю что многим интересно Да по всяким таким Локальным историям Сориентироваться Опять же как бы На себя перевести По тем же батарейкам Что там когда пора не пора Стоит ли ждать тянуть там Либо что там Да вот как вот здесь случится Говорите полностью все мастеру Тем более ну что Даже отправляйте аппарат Ну как объясните историю Тут на самом деле все таки Видно что Есть понимание Что телефон хозяйский Человек точно знал наверное Всю эту историю предысторию Надо было просто пояснить Все полностью как есть Не пришлось бы мне как детектив Пикачу тут все это дело Изыскивать Да Вот так вот Я думаю что пока Это дело можно решить Локально На этом все Всем привет И всего Да ребят Человек не виноват Получается Делов на самом деле не знал Да Описал ему проблему Все таки что здесь произошло Да Что тра-та-та Тра-та-та И человек да Пишет я его купил на Авито Он приехал в почту России И был полностью разряжен Стал на зарядку Он никаких признаков не подавал И решил обратиться к местным мастерам Чтобы узнать почему не заряжается Принес отнес Оставляйте посмотрим Через пару дней позвонили Сказали что проблема Якобы вайфай расходует батарею Ну и да Собственно вот эта вот история есть Ну и да Тут видимо опять же получается Уже был этот грет еще ранее До приобретения вот этого телефона Да Вот это вот и есть Абитовская тема Абитовская Осторожно